Ну, как бы, девочка. Зачем ты купила статью и приходишь, говоришь, что ты поломнист? Иногда за дополнительные деньги эту плашечку можно убрать. Засунул кролика, достал тигренка. Да, через другого пиарщика, который просто сказал, да, есть образование. У меня есть деньги? Сделайте мне рекламный посев. Ну, ты же не знаешь, шарит он в этом или нет. Есть какой-то стоп-лист. Ты можешь сказать, ребята, я там на Первом канале. Хочу ради статуса попасть с ним. Сейчас попасть в корпус можно. Гайне, в этом выпуске у нас острая тема, которая волнует многих предпринимателей, как попасть в Форбс. Или, они же не любят долго ждать, сколько стоит попасть в Форбс? А зачем? Статус признания, слава, почет. Все правильно. Смотри, от этого ответа зависит скорость и стоимость. Ну, слава, признание, почет. Да. Если есть задача, что нам необходимо выйти в Форбс именно прям вот завтра, послезавтра, потому что мы готовим какую-то... Эта статья будет в рамках какой-то пиар-компании. Тогда нужно рассчитывать бюджет немножко по-другому. Ну, смотри, сколько стоит попасть в Форбс? В Форбс, чтобы попасть, нужно иметь экспертность. Если нет экспертности, если нет денег, вы не попадете в Форбс. Но можно попасть в Форбс бесплатно. Есть такие нюансы, когда раньше, например, любой человек мог подать заявку, стать Форбс-контрибьютором через определенное время и стать, это условно, ну да, колумнист Форбс. А кого одобряли? Вот я могла бы подать заявку на колумнист Форбс? Подать заявку могли все кто угодно. А вот верно? Брали, это большой вопрос. Это конкурс мог длиться около года. Кого-то брали через месяц, кого-то через год. Раньше был вариант попасть за деньги, стать контрибьютором. То есть политика Форбс всегда меняется. То есть, смотри, есть такое понимание, что в любое издание ты можешь попасть через дверь редактора или через рекламную дверь. То есть, если мы говорим про редактора, то есть ты приходишь и говоришь, я владелец такой-то компании, у нас такие-то обороты, мы хотим показать свой кейс. Вы согласовываете это с редактором. Если это действительно интересно для аудитории этого издания, тебя берут и печатают. Причем к тебе выезжает журналист, берет у тебя интервью, делают съемку, если это нужно. А если ты приходишь и говоришь, я хочу просто, чтобы обо мне написал Форбс. Я не кто, но я хочу. Ты заходишь, условно, в рекламную дверь, платишь определенные деньги и тебя печатают. Но ряд изданий даже через рекламную дверь ни о ком не напечатают. Например? Ну, смотри, не скажу тебе, если вот он, например. Ну, например, ну, и РБК не напечатают. Ну, просто так. Ну, смотри, может быть такой запрос. Приходит предприниматель и говорит, я хочу, чтобы о моей компании написала РБК. Но я не хочу давать цифры, я не хочу делиться какой-то информацией, я готов заплатить. В этом случае РБК откажет. Ну, есть очень много нюансов. Нельзя сказать, что вот это вот как бы точно нет. Можно попасть на обложку бортового журнала. На обложку бортового журнала можно попасть? Конечно. Кому угодно? Ты заплатишь деньги и попадешь. Как правило, это все коммерческая история. Ясно. Слушай, вот я периодически вижу, мои коллеги по цеху, пиарщики, эксперты по личному бренду, владельцы каких-нибудь там компаний в области маркетинга, периодически появляются на страницах деловых СМИ, но с пометкой серии там, ну, на правах. Ну, и не то, что там проплаченная статья, но там есть какая-то метка, что-то типа вот особенное размещение. Вот такого рода размещение делают. Это же тоже контакт с аудиторией. То есть вот я, там, пусть на правах рекламы, но разместилась. Целесообразно или нет? Смотри, ну, это ты сейчас уже понимаешь, что там есть какая-то пометка. Как правило, общая масса людей не может различить рекламную публикацию от нерекламной публикации. И подача блогера тоже важна. Если блогер говорит, что, ребят, ко мне пришло издание, у меня взяли интервью и почитаете, то есть он здесь обманывает аудиторию. Он не говорит, что, ребята, я заплатил, чтобы обо мне вышла статья. Ну, конечно, никто так не скажет, но иначе смысл какой. Все хотят показать, что они такие крутые. Позвали, пригласили. Слушай, ну а в чем смысл, если это не... Люди видят, что это реклама? Не видят. Основная масса не видит. То есть это целесообразно. То есть, грубо говоря, если я хочу выйти на аудиторию РБК или Форбс, я покупаю статью на правах рекламы, просто не пиариваю в своем блоге. Ну, ты можешь не говорить. Смотри, если ты хочешь прийти к своему потенциальному клиенту и сказать, слушайте, я такой крутой обо мне РБК написал, но ты же не знаешь, шарит он в этом или нет. Ну, как бы есть шанс, что ты, наоборот, попадешь в очень неудобное положение. Ну, как бы скажет, ну, как бы девочка, зачем ты купила статью и приходишь и говоришь, что ты колумбнист РБК. Ну, как бы такого не бывает. Как мне со стороны отличить купленный материал от нативного, от естественного? Ну, смотри, обязательно. Нет, не обязательно. Некоторые издания убирают эту плашку, некоторые нет. Обычно стоит такая плашка, партнерский материал. А-а-а. Либо материал подготовлен в редакции партнерских проектов. Угу. Либо спонсорский материал. Угу. Иногда за дополнительные деньги эту плашечку можно убрать. Угу. Но, естественно, ты должна смотреть на характер статьи. Если в статье есть прямая реклама или анонс, ну, допустим, выход к книге, анонс нового обновленного курса, допустим, такое тоже бывает, или показывают кейсы учеников или клиентов без детального разбора. Например, пришел клиент, у него было 0 рублей, а через месяц со мной у него стало 2 миллиона рублей. И это как черная такая коробочка, да? Засунул кролика, достал тигренка. Да. И непонятно как. То есть ты, если абстрагироваться, и ты просто почитаешь эту статью таким холодным взглядом, да, и посмотришь, ага, вот тут реклама, вот тут реклама, вот тут реклама. Как только вот твое понимание, что вот здесь прямая реклама, это рекламная статья. Потому что экспертном материале ни одно издание не позволит эксперту говорить о том, что у него скоро выходит книга, или вот это вот в преддверии анонс, или там запускать какие-то курсы, или еще что-то. Скажи, часто приходят клиенты, которые говорят, вот у меня есть деньги, сделайте мне рекламный посев. Нет. Вот такой вот просто, такой нет. Вот к тебе приходят зачем? За стратегическую работу? Нет, ко мне приходят, как правило, за пиаром. Только за пиаром. Мы занимаемся исключительно классическим пиаром. А клиент может делать это сам? Зачем ему платить в агентство? Конечно может. А ну как? Ну как? Нашел издание. Давай, цена вопроса. Цена вопроса чего? Цена вопроса попасть в СМИ. Попасть в СМИ, попасть в СМИ зависит от целей, стратегии. Всегда должна быть сначала стратегия, потом деньги. Хорошо, хочу ради статуса попасть в СМИ. Хорошо, смотри, работа со СМИ, пиар-компания, да, она, это игра в долгую. Мы не беремся за проекты, которые длятся меньше 4 месяцев. Потому что это неинтересно. Неинтересно ни эксперту, ни нам, и это не принесет результата. Это должно быть как минимум 4-12 месяцев. Ну, в зависимости, какие у нас цели есть. Либо это поддерживающая компания, либо эта компания только начинается на популяризацию, например, эксперта. В среднем для комфортного ощущения эксперта, не имею в виду подготовки материалов, статей, это, если говорить про рынок, цены совсем разные. Это может стоить и 70 тысяч, это может стоить и 300 тысяч. Если мы говорим в среднем, 2-3-4 статьи, 2-4 статьи в месяц, средняя цена по рынку, это будет около 200 тысяч. А что такое средняя цена по рынку? Кому мне платить? Смотри, есть поставщики услуг разные. Есть агентство, есть крупное агентство, и есть просто пиар-менеджеры, которые работают на себя. Или ты можешь взять себе пиарщика в штат. Так, я плачу им, я не плачу СМИ? Нет. То есть они делают, каким-то образом договариваются там. Конечно. И задача пиарщика в том, что ценность пиарщика в чем? Что у него есть контакты в СМИ, с теми СМИ, которые нужны тебе. И он понимает, как донести твою ценность редактору, чтобы редактор сказал, да, я хочу этого эксперта. Если на первом этапе делаются ошибки, и редактор говорит, нет, нам этот эксперт не подходит, либо ошибка пиарщика с выбором СМИ, либо ошибка пиарщика с выбором темы, либо ошибка пиарщика с презентацией персоны. Но в любом случае пиарщик отвечает за стратегию, за тему публикации. И за подачу. И за подачу. Он продает тебя редактору. Но есть такой момент, что мы не говорим неправду об эксперте. У меня был случай, когда пришел ко мне психолог, он очень известный, инстаграм, на ютуб, он мега известный. И он попросил продвижения в СМИ. И я ему отказала просто потому, что у него не было образования. Но он психолог. То есть он психолог без образования? Да. И что, ты усомнилась в качестве его услуг? Или ты поняла, что... Нет, нет, нет. Тот момент такой. Я не могу взять на себя смелость оценивать эксперта, на его экспертность. Я не господь бог, я же не знаю, он эксперт или нет. Это будет видно по материалу. Но есть такой момент, что без профильного образования мы не презентуем персону в СМИ. То есть если приходит психолог и говорит, я психолог, мы всегда просим подтверждающие документы. А если приходит эксперт по личному бренду и кричит он эксперт по личному бренду? Нет же, у нас же в России не существует образования по личному бренду. Ну, значит здесь нет. Есть ряд профессий, которые образование требуется. Без этого образования невозможно попасть... Не, как... Ну, возможно, конечно, попасть в СМИ. Он попал в итоге в СМИ. Да? Через другого пиарщика, который просто сказал, да, есть образование. А, то есть сочинил. Да, и редакторы просто поверили, и все. Кто никогда в СМИ не попадет? Есть какой-то стоп-лист? Какой-то там какой-то вот... Ну, если... Смотри, есть два момента, две стороны вопроса. Да, если... Опять-таки, как попасть в СМИ? Как герой новостных сюжетов? Ну, это вопрос к технологиям хайпа там от Ромы Матиньковой. Ну, допустим, да. Ну, и либо произошло какое-то мероприятие или компания, где собрались селебрити, там пришли, СМИ это осветили как-то, да, там. Либо он попадает туда, как эксперт. То есть разный статус? Конечно. Как тебя освещают СМИ? Можно сделать мероприятие, сделать какой-то экшен, позвать селебрити, заплатить деньги. Придут СМИ, тебя снимут, и ты можешь сказать, ребята, я там на Первом канале. Но в формате... Это вот та история, которая сейчас была у Лены Блиновской, я так предполагаю, да? Да. То, что день рождения, селебрити и светская хроника. Пожалуйста. Лучшая вечеринка года и прочие вещи. И причем, ну, СМИ освещают же селебрити. Ну да, они, да, говорят про тусовку. Да. Хорошо, давай тогда резюмируем. У нас тема сегодняшнего выхода – это как попасть в Forbes, или сколько стоит попасть в Forbes? Forbes? Сколько стоит попасть в Forbes? Как? Ну, как бы, понимаешь, на данный момент сейчас попасть в Forbes можно. Это может стоить, там, полтора-два миллиона. Опять-таки, зависит от того, в той ситуации, с чем приходит клиент, кто он и что. Есть категория экспертов, которые, в принципе, никогда не возьмут туда. А есть те, за которыми, например, охотятся и самим заплатят деньги. Кому, опять-таки, кому? Вопрос кто, а потом уже сколько. Так что, друзья, для того, чтобы попасть в Forbes, нужно стать кем-то и тогда кем-то в теме, тех темах, которые... Лучше всего в список Forbes. Да. Вот такой вот у нас. Не боясь налоговой. О следующем выпуске мы будем говорить о том, как бесплатно попасть в СМИ для любого эксперта. Будем разбирать инструменты для публикации. СМИ. СМИ. Да.